Стань героем. Прямо сейчас смелые, ловкие, умелые школьники и студенты со всего региона в Ульяновском педагогическом колледже выясняли, кто же из них достоин стать героем. Патриотические соревнования проводятся каждый год. В этом они совпали с важной датой – днём российских военных, исполняющих свой долг за пределами Отечества. Павел Игнатьев подробнее. С такой же скоростью будущие герои справляются с очередным препятствием. Пройти трассу без потерь – задача не из лёгких. То, что нужно. Как показывает практика, стать героем непросто. Для этого нужно собрать, разобрать автомат, спуститься со скалодрома и попасть точно в цель. Служба вооружённых сил подразумевает большую физическую нагрузку. Она нужна. Её где? Начиная с простой физической зарядки по утрам и занятия каким-то видом спорта. Во время испытаний участники прокачивают физические навыки. В медицинской палатке ищут условного пострадавшего, оказывают первую помощь. Совсем рядом теоретический курс. Нужно перечислить все воинские звания. Мальчикам это в жизни будет очень пригодиться, кто пойдёт в армию. А девочкам? А девочкам? А девочки будут знать, где служат их мальчики и кем. Впрочем, пригодится это не только мальчикам. Валерия Абрамова об армии мечтает с первого класса. Сейчас кадетский класс, специальная подготовка. Дальше поступление на военную кафедру и взлёт по карьерной лестнице. Следующая ступень – служба в рядах Вооружённых сил России в качестве военного психолога. Я всегда хотела помогать людям. Я умею оказывать поддержку, находить общий язык с людьми. Все этапы участники проходят молниеносно. Трасса занимает считанные минуты. Но организаторы подчёркивают – стань героем не Олимпийские игры. Однако именно Олимпийский принцип здесь главный. Результат не важен. Герой тут каждый, кто прошёл всю дистанцию и пересёк финишную черту. Павел Гнадьев, Денис Миронов. Вести. Ульяновск.